Глава двадцатая. — Кому нужно, тот пройдет. Какие заставы смогут удержать его? — указал Хаджана Средин на своего спутника, распростертого перед входом в гробницу. Старик придвинулся ближе и, трясясь от мелкого внутреннего смеха, прошептал. — Помнишь, я говорил, что черенок на этот раз обязательно примется? — Разве я не оказался прав? Он словно бы помолодел. Весь сгорбленный, темный, старый, он светился каким-то внутренним светом через глаза. Такие прозрачные, что думалось, он никогда бы не смог укрыть за ними ни одной черной мысли. — Старый лис, — сказал Хаджана Средин, — мне понятны все твои плутни, все хитрости. — Где ты раздобыл такой великолепный куст? Как ухитрился перенести его, не повредив корней? — Это стоило мне немалых трудов. Но что я могу поделать со своим старым сердцем? Оно разорвалось бы от жалости, если бы этот человек опять нашел свой черенок засохшим. Вот я и решил сам сотворить маленькое чудо. Ты сотворил не маленькое чудо, а очень большое. Ибо такими чудесами только и держится мир, — ответил Хаджана Средин. Одноглазый поднялся и вошел в гробницу. — Пусть, пусть помолятся вдвоем, — сказал старик. — Вдвоем? А там есть еще кто-нибудь? — Какая-то женщина, вдова, по-моему, сумасшедшая. Рассказывает, что дедушка Турахон, дескать, подарил ее детям три тысячи таньга, помимо всякой мелочи. Вот она и пришла вознести ему благодарственную молитву. Ох, ей должно быть приснилось. — Старик, не кощунствуй. Я только что из города могу торжественно поклясться. В ее рассказе нет ни одного слова лжи. Ну научись же, наконец, верить чудеса. Ты, ежедневно созерцающих и даже творящий сам. — Если так, то я верю, — пробормотал старик, несколько смутившись под взглядом Хаджина Средина. — Может быть, Турахон и вправду ходит гулять по ночам, когда я сплю. Может быть, он даже заглядывал и в мою коморку. Он заглянул глубже в твое сердце. И оставил там навсегда свой благостный след. Старик задумался и долго молчал, глядя затуманившимися глазами поверх гробницы, в мягкую остывающую синеву над куполом, где с шелковым шелестом крыльев сновали туда и сюда хлопотливые горлинки, полные заботы о птенцах. Вдова принесла Турахону в благотарность нерушимый обед взять в дом четвертого сына какого-нибудь сиротку. — Еще чудо! — воскликнул Хаджина Средин. — Но теперь ты видишь воочию, как одно добро, совершенное в мире, порождает второе, а второе порождает третье. И так без конца. Могуча сила добрых дел, и только добру суждена победа на земле. — Истинно так! — прошептал старик, размягчившись. — После нашей встречи я много думал над твоими словами и признал их неоспоримую правоту. Ну, не спеши осуждать меня за мои прошлые заблуждения. Пойми, они были порождены великой болью. Аллах дал мне жалостливое сердце. При виде чужих страданий я сам страдаю больше всех и не могу никуда укрыться от слез несчастных и стонов обиженных. Было время, когда мне удалось на несколько лет спрятаться от беспощадного зла жизни в одном тихом далеком селении, где я служил хранителем горного озера, орожающего своими водами окрестные поля. Благословенные годы! Мое старое измученное сердце смогло немного отдохнуть. Но скоро зло настигло меня и там. Оно явилось в образе нового владельца озера, некоего Агабека. Это чудовище, слившее в себе свирепость дракона и бессердечья паука. Словно бы не родился он из чрева женщины, а возник из мерзостных глубин зла, подобно плесневому грибу, возникающему из древесной сырости. Подожди, старик! Подожди! Сердце у Хаджина Средина подпрыгнуло до самого горла, заткнув дыхание. Агабек, говоришь ты, владелец горного озера, тот самый, что обложил жителей селения неслыханными поборами за воду. В эту минуту он был похож на охотника, что долгое время искал в ущельях пятнистого мягколапого барса, и уже отчаялся найти его. И вдруг на мокром песке у ледяного всклокоченного ручья увидел след, совсем свежий, еще не успевший заветриться. Вот, вот, да, он самый сокрушенным вздохнул старик. Ты, ты уже слышал о нем. А не знаешь ли ты, у кого и как он приобрел это озеро? Да, говорят, выиграл в кости. Хаджина Средин нашел Агабека. Продолжая наше уподобление, скажем, охотник увидел барса. Он на лету схватил глазом бесшумно мелькнувшую в зарослях желтую тень и в переливчатом мерцании листвы под ветром, в пляске солнечных пятен, успел заметить иные пятна, сразу исчезнувшие. Схватив старика за руку, Хаджина Средин усадил его на коврик возле дымившегося костра. Так, садись, отец, садись и рассказывай. Мне нужно много узнать от тебя, очень многое. Где? В каких горах это озеро? Каков с виду собой, Агабек? Сколько ему лет? Не удивляйся моему волнению, поверь, за ним кроется не только праздное любопытство. Откуда он взялся, этот Агабек? Где жил? Что делал раньше? — Вопросы твои летят, как пчелы из улья. Разве могу я уследить за всеми? — взмолился старик. — Осади коня своего нетерпения. Задавай вопросы по одному, чтобы я мог отвечать не спеша, обстоятельно и обдуманно, как это положено людям моего возраста. В прежние годы верили, что человек, о котором заглазно говорят в дурную сторону, испытывает щекотание в носу и беспрерывно чихает, хотя бы разговор происходил вдалеке от него. Этому Агабеку, наверное, пришлось чихнуть подряд не меньше раз пятидесяти, если даже он наглухо закупорил в своем доме все окна и двери, опасаясь холодного ветра с гор. Он ошибался, этот презренный Агабек. Ветер, опасный для него, ветер возмездия и расплаты дул не с горных вершин, из долины. — Сегодня счастливый день! — радовался Хаджан Асредин, окончив свои расспросы. Все получили от дедушки Турахона свои подарки. Вдова! Мой одноглазый спутник! Я сам! — Один ты остался без подарка, старик! — Но так не будет! Держи! Он сбросил с плеч старику на колени свой новый халат, полученный при выходе из тюрьмы. Старик благодарил и отказывался. Хаджан Асредин заставил его взять подарок. — Куда же я дену теперь лишний халат? — недоумевал старик, облачаясь в обнову и разглядывая свою старую, латаную, лоскутную, ленточно-лоскутную ветошь, которая, будучи снятой с его плеч, уже ничем решительно не походила на человеческую одежду. — Ну, выйдет, пожалуй, подстилка. Можно сделать и подушку. — Слушай, а сделай из этого дым! — посоветовал Хаджан Асредин. — Дым? — не понял старик. — Ну да, да. Смотри, как это делается. И взяв из его рук ветошь, Хаджан Асредин бросил ее в костер. Помог еще и ветер, повалил черный дым. — Ну, вот и все! — сказал Хаджан Асредин, закашлившись и припадая к земле. — Смотри, какое великолепие! Какой цвет! Какая в нем едучесть! Такой дым нечасто приходится видеть, а уж нюхать тем более. Старик охал, кряхтел, сожалел, но поделать ничего не мог. Ветошь сгорела. По ветру издали донеслись детские голоса. — За подарки в день счастливый, ясный, теплый, золотой, мы поем тебе спасибо в нашей песенке простой. Пусть же, песенки внимая, погружаясь снова в сон, в этот день веселый мая улыбнется Турахон. А первую звезду Хаджан Асредин и Одноглазый встретили далеко за Кокандом. Их путь лежал на запад, в горы, что смутной громадой выселись впереди, резко отграничивая изломанные линии своего хребта землю от неба. Словно тихий светоносный океан, слегка розовато-сиреневый, разлился над миром. Легкие тучки стояли в нем, как волшебные острова, с отмелями, заливами и размытыми косами. И одинокая зеленовато-льдистая звезда, совсем еще молодая, прозрачная, казалась огоньком далекого корабля, плывущего в светлом тумане. Стемнело быстро. Светоносное море со всеми волшебными островами исчезло. Звезд высыпало несчетное множество, и та первая, самая ранняя, затерялась в них. А потом небосход охватила пожаром. Показалась луна. Огромная, красная, уже переходившая на ущерб, она восплыла над горами. В ее мглистом красноватом свете опять обозначилась изломанная линия хребта. Повеяло свежестью, пришла ночь. Хаджанас Редин, оставшийся без халата, начал поеживаться и все чаще приподнимался в седле, оглядываясь, не блеснет ли на дороге впереди огонек уютной сельской чайханы. Вот так втроем они и начали свой новый поход. И шаг, одноглазый вор, и хаджан Средин. Но если бы мы встретили их в эту ночь на каменистой, тускло поблескивающей дороге, нам почудилось бы, что с ними в дальний путь незримо идет четвертый. Дедушка Турахон.